всем привет в нашем сегодняшнем видео обзоре isuzu fsr 90 полное название модели isuzu fsr 90 заводской индекс forward 12.0 2 модификации long extra long только что я наговорила много разных непонятных слов теперь давайте разбираться во всем этом многообразии поподробнее isuzu японский бренд который существует на российском рынке довольно давно он значительно расширил свой модельный ряд начиная от легкотоннажного сегмента заканчивая сверхтяжелыми строительными модификациями на 4 3 4 хотя машина сам бренд по себе локализован в россии и собирается на заводе в ульяновске полностью модификация fsr 90 или там forward 12.0 обозначает то что полная масса в этом автомобиле 12 тонн он относится так называемому первому тяжелому сегменту грузовиков и предназначен для того чтобы закрыть потребность в автомобилях с полной массой 12 тонн сегмент грузовиков с полной массой до 12 тонн получают все больше распространения ввиду того что наше правительство ввело новые ограничения по въезду на мкад транспортных средств не более 12 тонн по полной массе оставшаяся часть из полного названия то есть лонг и экстра лонг обозначает колесную базу короткая колесная база и длинная колесная база если говорить о цифрах то при 12 тоннах полной массы мы имеем грузоподъемность шасси чуть более 8 тонн соответственно после установки любого фургона вы смело можете рассчитывать на грузоподъемность в районе 7 тонн что у нас по передней подвеске передняя подвеска у нас рессорная по три листа рессоры с каждой стороны тормоза у нас пневматические барабанные присутствует система abs а размерность передних колес такого 245 на 70 на 19 с половиной автомобили такого класса предназначены для перевозки на средние и длинные расстояния поэтому здесь устанавливается топливный бак объемом 200 литров горловина бака имеет механизм запирания это вы делаете с помощью ключа зажигания вот такая крышка все элементарно просто работает зафиксировали закрыли на автомобиле также серийный на стандарте устанавливается топлив фильтр тонкой очистки топлива с подогреваемым благоотделителем подвеска задней оси у нас самые что ни на есть стандартные сдвойные колеса тот же самый размер как и спереди 245 70 r19 с половиной тормоза барабанные с abs гневматические по 11 листов рессоры с каждой стороны именно благодаря этому сочетанию обеспечивается грузоподъемность шасси немногим более 8 тонн полноразмерное запасное колесо на кронштейне находится в задней части рамы с нижней стороны колесные база которых я упомянул модификация лонг она предназначена для установки фургона на 15 евро по лет то есть это длина 626 40 это самый оптимальный для неё наша обозреваемая модификация экстра лонг изначально предполагается для установки фургона на 16 евро по лет оптимальная длина здесь 680 но для нашего заказчика был важен именно максимальный объем для этой модификации мы на нашем заводе немного нарастили задний цвет ура мы сделали это аккуратненько с усилением благодаря этому у нас получилось здесь установить фургон длиной 740 на 18 евро по лет у всего семейства и сузу бортовая сеть 24 вольта сдвоенные аккумуляторы располагается на правой части рамы по ходу его движения здесь же на правой части располагается вот этот огромный блок где располагаются ресиверы а также блок abs характерная особенностью для всех моделей и сузу это прямоугольная форма кабины на этой модификации она увеличены по сравнению с модельным рядом нп или там nqr 90 огромный плюс то что здесь стандартном исполнении присутствует полноценное спальное место так как автомобили этого класса ездит на средние длинные расстояния то наличие спального места определенно является существенным преимуществом зеркала заднего вида у нас двухсекционные верхняя часть к моей радости теперь имеет механизм регулировки из салона в автоматическом режиме с помощью кнопок нижняя часть у нас с вами а сферическая для обзора мертвых зон все также регулируется старым дедушкиным способом приятная мелочь зеркала у нас с обогрева машины такого класса имеет высокую посадку в кабине виду этого есть некоторое количество мертвых зон для того чтобы иметь обзорность в этих зонах и предназначенные бордюрные зеркала с передней части для бампера и с боковой части для обзора правого края механизм опрокидывания кабины по традиции находится с водительской стороны вот здесь кабина фиксируется в открытом положении с помощью вот этого защитного механизма на эту модель серийно устанавливается турбированный дизельный двигатель в единственном экземпляре его объем 5,2 литра его мощность 210 лошадиных сил крутящий момент 706 ньютон метров он отлично работает в паре с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач автомат здесь не предусмотрен силовые агрегаты isuzu хорошо себя зарекомендовали они проверены временем здесь минимум электроники простейшая конструкция надежная система питания common rail если вы будете своевременно ухаживать за этим двигателем то он будет вам долго верой и правдой служить изучили автомобиль снаружи давайте теперь заглянем салон первое что бросается в глаза это угол открывания двери 90 градусов это очень удобно при доступе внутрь специальный порчень и подножка при необходимости даже есть 2 порчень чтобы не подкрыли не упали первое что вы почувствуете это сидение водителя на пневмоподвеске это очень важная деталь при путешествиях и поездках на длительные расстояния при всем при этом само сиденье имеет большое количество регулировок такие как вперед назад отдельно регулируем переднюю часть сидения отдельно регулируем заднюю часть сидения и угол наклона спинки в дополнение к этому вы можете отрегулировать рулевую колонку здесь утяжок вверх-вниз вперед-назад выставили для себя нужное положение и в путь комплектации кабины одна единственная стандартная в нее входит аудио подготовка с динамиками центральный замок который позволяет вам открывать и закрывать двери изнутри либо с помощью ключа снаружи но только с водительской стороны электростеклоподъемники ключи зажигания у нас самые простые без кнопок центрального замка например такие как форде либо где-то еще вставляем и заводим двигатель работает мягенько его практически не слышно отдельно стоит отметить фишка который есть у иисусу слева от руля есть специальный регулятор который регулирует положение дроссельной заслонки выкручивая его в правую сторону вы можете увеличить холостые оборота вашего двигателя тем самым прогреть свой автомобиль во время холодов здесь слева также располагается специальные клавиши клавиши регулировки корректора фар клавиша при передних противотуманных фонарей которые также идут здесь в базе и пару заглушек даже не пару а четыре заглушки под различные дополнительные оборудования если более пристально заглянуть внутрь салона то что мы можем здесь обнаружить соответственно на комплектации идут вот такие забираемые ящички большие солнцезащитные козырьки это характерно и для водителя и для пассажиров отдельно стоит отметить о том что там салон полностью обшит пластиком и вот такими вот тканевыми велюровыми вставочками сидение на ощупь очень мягенькие очень приятные поэтому вам в принципе на длительное расстояние будет комфортно в нем ехать шкала приборов у нас самое что именно есть простая суда выводится спидометр тахометр давление в пневмосистеме это очень важно температура охлаждающей жидкости и уровень топлива а также большое количество сигнализирующих вам которые вам нужны в процессе эксплуатации чтобы вы следили за автомобилем справа от руля у нас находится значит некоторое количество фальш кнопок также для установки какой-то доп оборудования и размещение здесь кнопок кнопка включения обогрева зеркал совсем снизу располагается вот такой блок регулировки зеркала заднего вида немножко его конечно разместили так не совсем удобно но другой стороны вам единожды нужно отрегулировать ваши зеркала и потом этот элемент вам просто будет не нужен поэтому может быть конструктивно это очень интересно в средней части торпеды мы можем увидеть то что детей большой карман для установки магнитола размером с 21 серийно на автомобиль из-за того что полная масса 12 тонн на заводе устанавливают тахограф тоже ввиду последних нововведения тахограф и здесь идут в базе блок управления климат системой автомобиля стандартные регулировки реостаты температура но отдельно стоит отметить что в любом случае в комплектации присутствует кондиционер это плюс при установке рефрижераторного оборудования ранее кондиционер демонтировали но ввиду того что технологии развивается теперь у нас есть возможность кондиционер вам сохранить поэтому если для вас это важно имейте ввиду под блоком управления располагается кнопка включения аварийки еще ряд фальш кнопок и отдельная прорезь для карточек топливных карточек либо каких-то пластиковых пропусков для въезда куда-то на территорию вот таким образом все это дело выглядит и небольшой крючок для того чтобы повесить а вот сумку авоську микроразмера два подстаканника это плюс красивые раздвигающиеся все для вашего удобства вот правой руководителя удобно располагается переключение механической коробки передач напоминаю на 6 ступенчатая задняя передача включается на себя с усилием задней части автомобиля располагается специальный зуммер который информирует о движении вашего транспортного средства назад а снутри из салона этого сигнала не слышно здесь же под рукой располагается кран включения стояночного тормоза так как тормоза у нас пневматические работает все на воздухе ремень безопасности у нас традиционно с преднатяжителем и тремя точками то же самое для пассажиров справа а для среднего пассажира с пассажирской стороны у нас все та же дверь которая открывается на 90 градусов 2 поручни и ступенька для подъема внутрь кабины залезаем закрываем это на улице холодно для правого пассажира здесь менее предусмотренное количество разных бардачков и багажничков бардачка здесь просто нет здесь есть специальный карман солнцезащитный козырек небольшое место хранения цвета такой же у водителя электростеклоподъемник центральный замок ручка и открывания магнитола с антенной и трехточечный ремень безопасности для правого пассажиров для среднего пассажира мини кресла которую выполняет функцию столика место хранения если чего подлокотника либо полноценного места с двух точным ремен безопасности самое главное преимущество заключается в наличии спального метра насколько оно полноценное мы сейчас проверим примере это дело на себе мой рост 185 сантиметров я практически впритык здесь помещаюсь поэтому вам при росте до 185 сантиметров здесь вполне комфортно будет разместиться само по себе спальное место вполне неплохое она сгодится за для машин такого класса при стоимости мы не говорим о более дорогих как мана или так и в это еврокарда обшито пластиком есть возможность повесить шторку но один серьезный недостаток если человек будет ночевать в этой кабине здесь отсутствует независимый отопитель кабины так называемый фен и если на улице будет прохладно то автомобиль должен будет при этом находиться в заведенном состоянии это серьезный расход топлива дополнительный вот к великому сожалению отопитель здесь не предусмотрели но если что мы можем вам его здесь до установить поэтому это не проблема базовое шасси мы с вами изучили от начала и до конца теперь о настройках которые сюда можно установить повторюсь еще раз на короткую колесную базу сюда можно установить фургон длиной 6,2 6,4 метра это 15 европа лет вместимости кубатура в районе там 35 38 зависимости от надстройки на базу которая у нас экстра длинную колесную базу можно оптимально установить фургон на 16 европа лет монтажная длина рамы предназначена для установки фургона длиной 6,8 метров но по просьбе нашего заказчика который перевозит легкие грузы которому важен максимальный объем мы в данном случае немного нарастили задний свет тем самым увеличив монтажную длину рамы габариты наши фургоны которые здесь получились таковы длина 740 ширина 255 для промтоварных фургонов и высота 260 при таких габаритах наружных у нас получается 49 кубов если по полетам то 18 полет увеличение заднего света допускается лишь только в том случае если вы возите легкие грузы и вам важен объем если посмотреть автомобиль на автомобиль под углом 90 градусов вы прекрасно видите что задняя ось расположена практически по центру фургона еще раз повторюсь такое возможно только в случае если у вас легкий груз если вам нужен будет рефрижератор то я не рекомендую вам сюда ставить фургон длиннее чем на 16 европа лет то есть не более там 6,8 метра иначе у вас будут проблемы связанные с перегрузом задней оси и разгрузом передней оси не рекомендую не делайте так промтоварный фургон который мы установили на наше шасси самый что ни на есть стандартный для нашего завода исток на котором мы изготавливаем фургоны по вашим требованиям в качестве обшивки используется блокированная сталь наклеенная на фанеру 4 миллиметров благодаря этому достигается хорошая жесткость боковых стенок потому что я ненавижу фургоны погремушки подходишь тучи шановым как желе это не то пальто как говорится не на такие фургоны ставить в качестве стандартного обрамления используется анодированный алюминиевый уголок задняя рамка дверей у нас из оцинкованной стали фурнитура дверей также из оцинкованной стали по вашему желанию это может быть заменено на пластик оцинковка может быть заменена на нержавейку если вы любите исполнение фургонов люкс задние распашные двери имеют механизм фиксации в открытом положении молоточкового типа открыли двери зафиксировали все безопасно фурнитура штангового типа самым стандартным механизмом фиксации замочком навесного типа двери наши изготовлены из 20 миллиметровый сэндвич панели для доступа внутрь фургона имеется замерзший выдвижная лестница и поручень наш фургон каркасного типа его основу составляет металлическая конструкция сварного типа в дополнение к этому сам фургон усилен вертикальными и горизонтальными обрешетками на полу используется сетчатая фанера при длине более пяти метров мы на заводе устанавливаем два плохого освещения один в начале один в конце увеличивая высоту фургона мы увеличиваем пятно сопротивление встречному ветру а так как автомобиль ездит в основном межгород это очень существенно может сказаться на расходе топлива поэтому для нашего клиента мы установили обтекатель соковыжимал isuzu fsr 90 модификация которая отлично подойдет для тех кому важен въезд нам как при этом при полной массе 12 тонн вы получите грузоподъемность 7 тонн мы можем установить вам различные типы надстроек промтоварные бортовые гидро бортами без рефрижератор на любую температуру марка сам давно присутствует на российском рынке из-за того что машина собирается в россии регулярно появляется какие-то программы субсидирования приобретения этого автомобиля гарантия два года либо 100 тысяч километров межсервисный интервал 20 тысяч километров наличие спального места кондиционер в базовом исполнении надежный поверенный двигатель приятная машина как снаружи так и внутри это по управлению и по содержанию для собственников бизнеса при ее стоимости этот автомобиль очень удачно может вписаться в вашем парке а в условии того что вы из у исузу широченной гамма модификации от легкого тоннажа до до тяжелого тоннажа то вы с помощью этой марки без проблем можете вырастить свой корпоративный парк из одного бренда если есть какие то вопросы если нужны какие-то консультации обращайтесь к нам в автосалон мы обязательно вам поможем и подберем для вас тот автомобиль который отлично подойдет именно вам и вашей компании с вами был сухим кирилл ждите новых видео обзоров где мы будем также выжимать все соки из коммерческого транспорта из каждой модели и рассказывать подробно вам что можно с этим сделать всего доброго до свидания